друзья всем привет многие из вас писали мне о поводках из такого материала как флюрокарбон многие писали что на него лучше клюет нежели чем на металлические поводки и завтра 2 января мы решили поехать на рыбалку на щуку и в принципе я решил сделать такие поводки из флюрокарбона будем использовать сегодня флюры с онлайн фирмы и тройнички покажу вам как вяжется поводок из флюрокарбона а именно двойной поводок вообще такое видео даже не думал записывать но пришла мысль сделать поводки начал искать как вы делать решил сделать двойные так как больше все таки надежность нежели чем одинарная щука перекусывает в легкую поэтому решил сделать двойные искал долго на ютубе на ютубе не нашел пришлось риться в интернете в общем на форумах нашел как вяжутся они потом уже и сам додумался своими способами короче вот ну так как на ютубе нет такого видео как связать имя двойной поводок из флюрокарбона без всяких обжимных трубочек просто узнами или петлями решил записать это видео так ну что давайте приступим посмотрим как делается двойной поводок из флюрокарбона друзья вот взял и флюрокарбон отмерил 60 сантиметров и у нас получится поводок около около 27 25 сантиметров из 60 так как он будет двойным теперь складываем два конца резки вместе и на вот этом вот конце делаем петлю так сложили закрутили и пропускаем две жилки сюда обязательно смачиваем и затягиваем теперь лишнее отрезаем так вот у нас с одной стороны получилась такая двойная петелька из двух жилок на втором конце пока нас ничего нету обязательно растягиваем поводок так чтобы жилки были равны и если этого вы не сделаете не рассчитаете тогда первая жилка будет короче 2 или наоборот растянули поводок вытянули на втором конце завязываем два узла двойной узел то есть раз продели и второй раз продеваем нашу петельку обязательно также смачиваем и затягиваем вот здесь у нас получилось тоже петелька теперь эту петельку я продеваю в тройничок на жерлицах я использую тройники двойники кто-то использует тут в принципе без разницы вот это одинарную петлю продеваем тройник между вот этими двумя крючками то есть нигде припаяны а вот здесь вот принципе так вот это делаем продеваем тройничок вовнутрь затягиваем немного и наш поводок готов вот такой поводок друзья получается двойной смотрите то есть если щука перекусит одну жилку 2 будет держать сейчас я это продемонстрирую вот сам поводок выглядит так вот двойной ну что отрежем одну жилку посмотрим будет ли 2 держать берем за два конца и растягиваем все держится прекрасно так что надежный поводок вот друзья все что вам хотел сегодня показать видео думаю будет полезным обязательно поставьте лайк подпишитесь на канал кто еще не подписан и всех с новым годом